МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомель, студия и працую Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Экспорт товаров и послуг, конкурентность, продукция на внешних рынках и снижение саби-кошту, а также готовность до полевых работ. Пытания экономичной деятельности сегодня разглядали на посяжении Гомельского облаконкама. Одна из левших установ адукации и объект демонстрационной зоны высокой энергоэффективности Республики Беларусь. Гомельский державный областный лицей сегодня наведал старшиня облаконкама Енаць Соловей. Узмацнить профилактическую и осветницкую работу. Областный экономичный суд звертает увагу субъекту господарения на умовы заключения контрактов. Увага всем! В регионе протягуются мероприемства в рамках Одинного дня безпеки, а зараз об этом и иншим больше подробятно. Знешняя экономичная деятельность и готовность до полевых работ на сегодняшнем посяжении Гомельского облаконкама разглядали пытания дальнейшего развития региона. С реальной ситуацией ознайомились наши корреспонденты. Знешняя экономичная деятельность бадай головная крыница отримания валютных сродков. На Гомельщине в поравнании с 2018-м показчик по экспорте товаров перевысил 120%. Больше предугледженного першопочатковыми планами поставлено товаров у Китайскую Народную Республику и краины Евросоюза. Разом с тем, это агульнообластные показчики. Подчас посяжения облаконкама называют районы, где ситуация не такая оптимистичная. Гомельскому гарвы Канкаму и усим райвы Канкамам до 20-го саковека доручено представить пропоновы по заключении двухбаковых документов об межрегиональном супрацовнестве у рамках форума у регионов, якие пройдусь в этом году. Плюс удел субъектов господарения у национальных выставах Республики Беларусь за мяжой. Особная увага экспорту послуг. У целом тут так само не адренные выники. 111% на 7% больше запланованного. Только будовничая галина отримала больше, как 47 миллионов долларов на экспорте архитектурных и будовничих работ. Плюс 21 миллион на экспорте будовничих материалов. Правда, гэта личба повинна быть большзначной. Недопрацовки уличили, и сё лето у Галиновом комитете обецают их выправить. Основными игроками по строительным товарам у нас являются гомель-строматериалы и гомель-железобетон. Скажем так, если обратить внимание гомель-строматериалы, то они в первом полугодии немножко был спад, потом переантировался рынок продажи продукции, потому что они работают в основном Европа, Российская Федерация и Украина. И во втором полугодии переантировались, но мы не смогли, скажем так, догнать те планы, которые были в прошлом году. Поэтому этот год сформирован с учетом всех моментов. Пытания внешнеэкономичной деятельности сё лето у Вогулі будуть знаходиться на особливом контроле старшини Аблаканкама. Як плануется, в ближайший час с яго уделом пройдя нарада по пытаниях работы древопрацовчого комплексу. Основная увага – знижение себекошту. Тычится гэта даречи и інших галин. При падении сусветных цен на некоторые виды продукции гэта одиная махчимость зарабить их конкурента с дольными и отрымливать большзначные прибытки. Сяроды інших потребований – сконцентроваться на выканании доручэння у президента Беларуси, дадзіных подчас наведвання Добрышской паперовой фабрыки и Светлогорского целлюлозно-кардонного комбината. Активизация внешнеэкономичной деятельности посприяе таксама распрацовка новых туристычных маршрутов у тымлику медицинского туризма. Особное доручэння комитету по сельской господарце и харчаванне – повысить эффективность товаропроводной сетки за мяжой. Зулікам таго, што значная частка продукцій іде на експорт, ад гэтэй галіны сё лето таксама чакаюць валютных паступлэнняў. Як плануецца, ў наступным месяце на Гомельщыне пачнуцца палявые работы, адвынікаў яких ў значной ступені будзе залежыць будышў ураджай. Сё лето, дарэчы, ён плануецца вышэй за летошні. 1 мільйон 195 тысэч тонн зернівых, 125 тысэч тонн бульбы і 58 тысэч тонн гароніны. До сёма гасакавіка техніка павінна быць паўнастю гатовая да работы на палетках. Задачы напружаные, а ле выканальныя. Па прошлому году ўже середзіна марта месяца ўже приступіли первые зерновые, зерновую групу. Это в основном овсы. Я думаю, што в связи с такой пагодой, наверно, в этих числах тоже ў марте месяце будем приступаць к селу зерновых коласавых. Олег Сентюров, Сергей Негарявич, Валерий Гапанько, тыля радиокампания «Гомель». Старшыня был выканка Магинац Соловей. Сёня наведаў гомельский державный областный лицей. У самой установе ёе называюць академичной. Абузруне выкладання можна мерковаць па таких лишбах. До 97% выпускников паступаюць ў вышэйшэй научальныў установы. А про шатаго лицеў прысвоўны статус «Объект демонстрационной зоны высокой энергоэффективности Республики Беларусь». Разам з губернаторам установы наведалі нашы корреспондэнты. Сустрэчу областным лицеў працягваецца значна больш першопачаткова запланованага часу. Тут саправды ёсь на што паглядець, каба знайоміцца з бопытам, які варты распаўсюджывання. Бадайгаловна адрознэня гэтага лицеў ад інших серэдніх навучальных установ в області, актывная метанакіраванная работа па енергозберажэнні. Уласная фотоэлектричная станція і сучасная технологія використання електроэнергії дозволили тільки у минулому годі зэкономіць на коммунальных послугах омальше 13 тыс. рублёв. По сутності, размовы ідея об реальной экономіі бюджетных сроткал. А дальніше наше развитие, у нас целая программа, то есть у нас есть много идей, причём многие идеи разработчики сами дети, поэтому мы собираемся прививать культуру энергосбережения и формировать не только качество ума детей, учить читать, писать, читать, не только формировать качество души, приобщать к культуре и мировоззрению, но и будем обучать культуре энергосбережэнні. Поэтому наша главная задача – стать центром областным по формированию культуры энергосбережэння и экологического отношения к окружающему миру. Гомельский областный ліцей – адзіная у регіоні установа адукацій, дзядзейніша в учебно-практичный центр по энергосбережэнні. Што год яго наведуюць більш як 6 тыс. новучэнців і студэнтов. Гэта саправды пазнавальна екскурсія з демонстрацією унікальнах експанатов. Яшы адзін размешэнны у ліцеіццентр – экологічны. У іншых сярэдніх школах аналагаў таксама нема. І гэта адзін з важных элементов навучального процэсу. Адукацію, якую атрымлівуць ліцеісты, можна назваць акадымічной. Тут даюць трывалые веды па ўсіх без выключэння прадметах. Як вынік, у высшэйшые і сярэднія спеціальны установы поступають 100% выпускников. Я собираюсь поступать в Минск, в Багуир на инженер-программиста. В ліцеі нас готовят очень сильно. Я хожу на вечерние подготовительные курсы по физике и математике, также по белорусскому языку. Все люди, которые поступают в ліцеі, они идут сюда церенаправленно, зная, куда они будут поступать в будущем. Когда я поступала в ліцеі, я знала, что я буду поступать в Багу на журналистику. И мне не хватало тех знаний, которые мне давали в 26-й школе. Это, во-первых. Во-вторых, в ліцеі есть курсы, которые идут после учёбы. И, конечно, очень удобно сочетать. То есть не нужно уходить из ліцея, ты сразу пришёл в ліцеі на учёбу, затем на курсы, и всё. И у тебя уже больше знаний. Почас устрэши с коллективом областного ліцея и будовництва мемориала у вёсцы Алла. Туристичный потенциял и перспектива развития сельской господарки в умовах засушливого климату. И ещё одно питание, якое тычутся выпускников ліцея. Их дальнейшее працеулаткование на территории Гомельской области. По сути, это интеллектуальная элита. Але большість сталинобитых выпускников знаходзять работу за межами региона. Мы задаём на базе ратона. Мы с национального фонда выделили деньги. За прошлый год были 6 млн. рублей. Мы уже первый проект сделали. Мы пригласили с парка высоких тяновых у нас регистрацию проходят компании. Они уже заинтересовались. Мы даже почему затеяли этот новый проект Хакатона запустили по школам для того, чтобы дети могли... Наши дети сегодня, они схватывают на лету. Но самое главное, их направить. Они начинают уходить от этих гаджетов, уходить от компьютеров, для того, чтобы себя в реальной жизни увидеть. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Экономичный суд Гомельской области планует активизовать профилактично-осветницкую работу сяродсубъекту господарания региона. В первую чергу это тысячи сельско-господарших предприемств, которые часто заключаются невыгодные для себя контракты. По информации экономичного суда Гомельской области, такие проблемы сустракаются во всех сферах. Але ситуация у агропромысловом комплексе наибольшь складанная. Отсутность квалификованных специалистов приводит до того, что господарки часто подписывают контракты, які в суде характеризуют як кабальные. Увы, неку гэта адмонным чинам уплывая на экономику як самих предприемств, так и у сяго региона. Не заусёды допомагают навод намагання судзев по изменшении финансовых страт субъекту господарания. Найбольший эффективный способ в управлении ситуацией активизация профилактично-осветницкой работы за организацией мудшобы специалистов. Подписание таких договоров на таких вот очень сложных условиях для сельскохозяйственных организаций оно к чему приводит? Например, при взыскании задолженности, скажем так, на 100 рублей, к ним предъявлялись санкции. Это и пение, и проценты, запользованные чужими денежными средствами, и размеры коммерческого займа доходили до 120% в день. И в результате при взыскании долга в 100 рублей взыскивалась неустойка, превышающая даже до 20 раз сумму основного долга. В прошлом году подводились итоги судебной системы за определенный период времени, на котором присутствовал глава государства, и было дано ряд поручений судебной системе, одним из которых является повышение правовой грамотности населения. В первых сакавиках в Беларуси завершится мероприемство масштабной акции «Один и День Беспеки». На протягу двух тыння в Украине ладят сустреши с насельством, мучения и тренировки, тематичные конкурсы. Сегодня на базе стадиона лакоматы в рамках «Один и День Беспеки» прошло областное межведомостное мероприемство. Гостям продемонстровали техничные махшимости силовых структур, а так само нагадали, что за властную безопасность каждый повинен отказывать самостойно, а не только сподеваться на супрацовников специальных ведомств. Дмитрий Котов с подробностями. У фойе спорткомплекса «Лакоматы» разместились шматлики и интерактивные выставы. Об своей деянности рассказывают супрацовники самых розных ведомств. Можно доведаться о правилах поводинного в выпадку надзвышанной ситуации на дорозе альбо каля водоема, а так само выслухать парады медиков на конт-профилактике захворывания. Каля стенда червоного крыжа волонтеры пропоновывают вымирать артериальные тиски узровень цукру у криви. До того же рассказывают, как правильно оказывать первую доврачебную допомогу. Подобными навыками повинен володать кожный, уповненный областной организацией. Первая помощь необходима в повседневной жизни, потому что будем, допустим, идти по улице, упадет человек и мы не будем знать, что делать. Детям очень интересно это все наглядно делать. То есть, как мы это рассказываем, после чего мы их приглашаем к себе, они это все показывают. И они должны этому всему обучаться, я считаю, потому что это все очень тяжело, если мы не знаем этого. На улице разместилась выстава спецтехники. Кожный, жадающий, смогу бачить на своей вочи самые опошние новинки, які знаходятся на узброенні в силовых ведомствах и медицинских организациях. И что головное, это наглядная демонстрация макшимостей. Выратовальники, супрационники милиции, худка медицинской допомоги и иншие оперативные службы добро оснащены и сдольные упованные меры забеспечить беспеку громадян. У делника мероприемства, а это у первоважной большинства школьники, экскурсия пришлася до сподобы. Мероприятие очень интересно, очень интересно все смотреть, можно своими глазами посмотреть, пообщаться с профессионалами, узнать где, что, как устроено, можно все рассмотреть, потрогать. Впечатления отличные. Мы пришли из школы со своими ребятами, чтобы посмотреть вообще на технику. И нам очень понравилось, мы узнали много интересного. Один день без пеки завершится первого соковика. На протягу двух тыднів специалисты силовых структур, представники медицинских службов и громадских организаций проводили сустрюши с насельництвом, специальные тренировки и тематичные конкурсы. Во всех районах их намагання были накерованы на развитие культуры, безпеки життедейности. Были смс-оповещения, которые приходили ко всем, буквально, гражданам Гомельской области о сообщениях. Мы проверили, конечно же, линии связи. Были проведены мероприятия, связанные с выступлением в трудовых коллективах, в школах, учреждениях здравоохранения. И на сельских сходах, где мы попытались дойти до каждого сознания человека от детского сада до пенсионеров. Мы сделали все возможное для того, чтобы и для наших участников довести ту информацию, которая непосредственно связана с общественным порядком. Потому что, ну, общественный порядок, это, безусловно, одна из составляющих части любого общества, современного общества. Поэтому по правилам поведения в общественных местах, при проведении каких-либо, точнее, возникновении каких-либо конфликтной ситуации, при нарушении правил общественного порядка, дорожной безопасности, от того, как насколько в основном подростки с малых лет умеют правильно ориентироваться в обществе, безусловно, зависит их не только имущественные права, но и порой здоровье и жизнь. Кульминация мероприемства – отпрацовка экстренных ситуаций. Спочатку – в учебной эвакуации. Усих присутных у зали закликали худко покинуть территорию спорткомплекса. Когда не сработала система пожарной сигнализации? А после – еще одна видовичная подея. Супрацовники розных ведомств отпрацовали взаимодействие. По легенде, у будинка отбывся захоп заложников. Применена химичная сброя. Порушальник оперативно затриманный бойцами АМАП. Люди вызволены. Химичная сброя утилизирована выратовальниками. Уси отказные службы спрацовали навыдатно. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Не казать, а робить на посяжении областной комиссии по справах неполнолетних. Сегодня подвяли выники работы в 2019 году. У центра уваги пытание профилактики гибели детей, правопорушения и злочинности. В 2019 году от внешних причин загинул 21 неполнолетний. А год тому, лишь бы были такие же. Как означают подчас посяжения, у большей колькости нешасных выпадков с детьми на поверхне, недопроцовки субъекта профилактики. Особливо хвалюю проблемы суициды в подлетковом осяроте. Тут означен рост у пораунаний с 2018 у два разы, с шатырок до восьми выпадков. У гэтым напрямку профилактичную работу треба узмацнить на усих узровнях. Активизовать намагание, вымушая и рост злочинности на 19%. Пошук новых, больше эффективных, агалонно корыстных и текавых для детей форм работы, а так само профилактика в местах массового знахожения неполнолетних передумовы для поляпшения ситуации. Очень часто на совещаниях всегда говорим о том, что надо искать новые формы, виды работы, методы. Но у меня будет такое вноситься предложение комиссии по делам с шансом летних облсполкома, чтобы каждая областная служба, это на нашем уровне, а каждая районная служба на региональном, ежеквартально какую-то новую форму использовала в работе с подростками. В связи с тем, что мы установили причины и условия, которые способствовали совершению преступления в прошлом году, постараемся в этом году поработать уже в тех местах, где происходит скопление молодежи. Задача будет поставлена на то, чтобы вот эти места, где находится молодежь в вечернее время, контролировать для того, чтобы не допускать совершения преступлений. У российским Центры науки и культуры презентовали персональную выставу картин Александра Изофатова «Родные бироги». Мостак уроженец Беларуси, однако большую частку життя провел в разных городах России. Зараз семьей живее под Москвой. Галлонная тема творчести аутера прогожусь в русской провинции. На картинах эмоции вспоминают детинство. Майстер с захоплением удельнейшая в пленэрах. Примая пропановой, как выклик за короткий термин запомнить краевит и архитектуру. Насолодится свежим поветром, а после за працией в майстерне перенести подшуте на полотно. На выставе родные бироги проставлены работой опошних некоторых годов. Работы я не стараюсь писать как бы на продажу. И я пишу их для себя. Они в основном, когда для себя пишешь, ты пишешь под впечатлением, под каким-то... Написал какой-то заброшенный какой-то деревеньку, мимо приезжал. Там лужи, все, ну думаю, ну вот, наконец-то я себе оставлю эту работу, которая мне по душе. Ничего подобного, забрали. Многие художники, они стараются выезжать по тропам, по таким заброшенным местам. Таким образом создается, как говорится, твой фонд, творческий фонд. На выставе можно убачить краевиды и архитектуру таких российских городов, как Кострома, Суздаль, Покроу, Владимир, Муром, Кашин, Йосивевский и покинутый человеком Мястины. Это инши новины, информацию о проектах Толяраду компании Гомеля вы можете знать на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvgomel.by На этом выпуске завершены. Усего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле водитель на Фольксвагене выехал на тротуар, задел пешехода и врезался в столб. ДТП произошло сегодня примерно в 7 утра на улице Барыкина. Водитель двигался со стороны Владимирова. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. Там по касательной задел женщину, пешехода и врезался в столб. От медицинского освидетельствования водитель Фольксвагена отказался. Женщину, которую он зацепил, осмотрели медики и отпустили домой. В городском поселке Корма прошлой ночью горел жилой дом. Пожарным удалось спасти хозяйку 1955 года рождения. Ее обнаружили на полу возле кровати. По прибытии к месту вызова спасателей горела крыша, а внутри дома наблюдалось сильное задымление. Возгорание локализовали и ликвидировали пожарные. Женщину госпитализировали. Причина пожара устанавливается. Виной могло стать нарушение правил эксплуатации печи. Хозяйский взгляд и цепкие руки. В Гомеля мужчина украл из магазина оконные петли и попал в объективы камер видеонаблюдения. Охрана заприметила недобросовестного покупателя и задержала его. В торговом зале мужчина долго присматривался к товарам. В итоге положил в корзину моток изоленты, две упаковки мебельного уголка, оконные и накладные петли, а на кассе рассчитался совершенно за другой товар. Отдал на оплату только моток троса. После этого сотрудники охраны подошли к мужчине и попросили показать содержимое карманов. Тот вытащил из них товары, за которые не заплатил. К слову, ранее мужчине уже удавалось совершить аналогичную кражу. Тогда тайком он вынес из магазина завесы и факт остался незамеченным. Об этом стало известно после изучения записей камер видеонаблюдения. МВД распространило ориентировку о краже с целью возможного выявления дополнительных эпизодов хищения. Все, кто располагает какой-либо полезной информацией, просьба сообщить об этом по номеру телефона прямой линии 102. Отсутствие в этом году весеннего паводка значительно ухудшает условия для нереста. И дело не только в климатических условиях. К сожалению, мысли о сохранении природы меньше всего заботят браконьеров. Сети – вот что несет реальную угрозу в период нереста. Дабы минимизировать ущерб, инспекторы стараются изымать орудия незаконной ловли еще до совершения преступления. За два месяца этого года специалисты Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира изъяли более пяти с половиной километров сетей. Плюс к этому 17 человек по собственной инициативе сдали инспекторам сети длиной более двух с половиной километров. Никаких санкций в отношении последних не последует. Чего нельзя сказать о владельцах запрещенных снастей, которых инспекторы вывели на чистую воду в ходе оперативной работы. За незаконное хранение сетей нарушителям придется выплатить от пяти до пятидесяти базовых величин. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельчане в числе призеров международной матчевой встречи по легкой атлетике среди юниоров и юниорок. Соревнования проходили в Минске. За награды боролись атлеты из 12 стран. Кристина Концевенко победила в секторе для прыжков с шестом. Гомельчанку признали лучшей спортсменкой в составе белорусской сборной. В мужских состязаниях шестовиков Дмитрий Марфушкин с повторением личного рекорда 5 метров ровно занял третье место. В смешанной эстафете 4 по 200 метров Алина Лучшего и Степан Чешанков финишировали вторыми. В командном зачете сборная Беларуси заняла второе место. Победу одержала команда Италии. Третье место у поляков. В женском чемпионате страны по гандболу сыграны очередные поединки. Бенту Белас обыграл городничанку 35-23. Дубль политеха сильнее Березины 37-33. Гомель также оформил очередную викторию. Смогла оказать сопротивление действующему чемпиону. 44-20. Победа коллектива Тома Жачатара, который продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Мужской гонбольный Гомель завтра дома играет против столичного СКА. Матч будет благотворительным. Все вырученные с продажи билетов деньги направят на лечение тяжелоатлета Дмитрия Ходоса. Поединок пройдет на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 19.00. Футбольный клуб Гомель в товарищеском матче обыграл Бобруйскую Белшину. Накануне поединка пресс-служба Зелено-Белых сообщила о новичках. Состав команды пополнили Антон Суша и Игорь Заяц. Оба взяты в аренду у столичного Динамо. Игра проходила на стадионе имени Прокопенко в Бобруйске. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал Дмитрий Гомза. Голкипер Бобруйчан ошибся при выносе мяча, чем и воспользовался форвард Зелено-Белых. В ближайшую субботу Гомель в крытом манеже стадиона «Луч» сыграет с «Локомотивом». Начало поединка в 15.00. В Могилеве завершился командный чемпионат Беларуси по настольному теннису в первой лиге. Мужская команда «Гомсельмаш Гоцор» по теннису, потерпев одно поражение в девяти матчах, заняла первое место. Победу Ковали Илья Новиков, Алексей Ницыевский, Никан Шутов, Максим Ляхов и Василий Говорушка. В следующем сезоне гомельская дружина будет выступать в сильнейшем дивизионе командного чемпионата страны. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова